Снижение антимюллерового гормона 0,7, гидросальпинкс, единственные маточные трубы. Проведена пластика трубы по УЗИ, гидросальпинкс не обнаруживается. Обязательно удалять трубу перед ЭКО. Вот если действительно гидросальпинкс является резервуаром, может быть инфекцией, и когда планируется процедура ЭКО, часто репродуктологи рекомендуют удалять даже эту маточную трубу, потому что функционально она мало действующая, риск наступления беременности в нематочной трубе достаточно большой. И если есть гидросальпинкс, то есть скопление в этой трубе жидкости, репродуктологи обычно рекомендуют ее удалять. Как источник инфекции, возможно, которая рядом с маткой находится. Если была пластика и гидросальпинкса сейчас нет, то необходимости удалять трубу я здесь особо не вижу. Единственное, что при ЭКО у вас и как при естественной беременности достаточно большой риск нематочной беременности. Поэтому, когда тест на беременность будет положительной, обязательно нужно будет, когда ХГЧ, допустим, будет уже больше 2000 или около 2000, обязательно нужно будет сделать ультразвуковое исследование для определения местоположения плодного яйца в полости матки, чтобы оно было в полости матки, а не в трубе. То есть, когда ХГЧ больше 2000, плодное яйцо уже должно быть видно в полости матки, если это маточная беременность. Если ХГЧ больше 2000, а плодного яйца в полости матки не видно, значит оно вне матки. Значит, ищите внематочную беременность, это как бы не более неблагоприятный вариант. Поэтому, да, вот необходимость, но это не стопроцентная все равно история, поэтому необходимость все-таки в дополнительной операции, мне кажется, это, конечно, нужно оценивать индивидуально на приемах, когда вот все-все-все про вас, доктор, известно, но вот просто по этим факторам необходимости, да, вот прям в оперативном удалении, в вмешательстве оперативном, да, вот в операции я особо сейчас не вижу. Субтитры создавал DimaTorzok